Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Можно ли оспорить штраф с камер фото-видео фиксации в нарушении ПДД? Безопасная и доступная среда для участников дорожного движения. Поговорим о дорогах, освещении, велодорожках и условиях для инвалидов с сотрудником главстроя Гаврилом Кириллиным. Юные помощники госавтоинспекции на страже безопасности дорожного движения. Повторение, мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит Олег Пермяков, директор риэлторской компании. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 13 по 19 июня зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, где погибло 3 человека. Различные травмы получили 31, в том числе пострадало 6 несовершеннолетних. В ходе рейдов за минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 73 нетрезвых водителя. Из них пятеро сели за руль в состоянии опьянения повторно. А также 103 водителя без водительского удостоверения. 15 июня на 383-м километре автодороги Лена водитель, управляя автомобилем Toyota Premium, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, один погиб. Еще одно ДТП с погибшим было зарегистрировано в Аймеконском районе, где погиб водитель большегруза. Владимир, скажите, какие ошибки чаще всего допускают водители, а в результате чего попадают в ДТП? Ну, в основном водители у нас совершают дорожно-транспортные происшествия, можно сказать, из-за банальных ошибок, которые они в принципе допускают. Это, опять же, в первую очередь несоблюдение безопасной скорости. В данном случае у нас, получается, водитель совершил съезд с дороги, так как, опять же, не соблюдал безопасную скорость движения. Ну и в результате чего, получается, он потерял управление над транспортным средством и получилось дорожно-транспортное происшествие с такими последствиями. Ну вот, в летнее время для якутян особенно актуальны междугородние поездки. Какие операции нужно сделать перед дальней дорогой, чтобы избежать аварий и непредвиденных ситуаций в пути? Ну, в любом случае водитель, опять же, должен помнить то, что транспортное средство – это средство повышенной опасности. В первую очередь, конечно, это не только, когда вы собираетесь поехать на дальнее расстояние. Ну и в любом случае водитель, когда садится за руль, он должен, опять же, знать то, что его транспортное средство технически исправно. То есть, опять же, должен посмотреть давление в шинах, посмотреть масло в двигателе, так сказать, как минимум. Ну и также, работают ли правильно все технические средства в транспортном средстве. То есть, начиная от лампочек, заканчивая, можно сказать, дворниками. Даже вот маленькие нюансы могут, опять же, повлиять на управление данным транспортным средством. Ну, мы продолжаем. И снова в ДТП. Серьезные травмы получил несовершеннолетний водитель мотоцикла. Так, 20 июня в участковую больницу села Эмисы Амгинского района обратился несовершеннолетний с открытым переломом голени левой ноги. Предварительно установлено, что в этот день юный мотоциклист, не справившись с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла в левую сторону дороги по ходу движения транспортного средства. Выяснилось, что мототехника принадлежит его родителям. Скажите, Владимир, я предлагаю напомнить, какой штраф грозит водителю, который, скажем так, доверил мотоцикл несовершеннолетнему? Ну, опять же, хотелось бы повторить и напомнить родителям то, что за данное нарушение, согласно Кодекс РФ административных правонарушений, налагается штраф в размере 30 тысяч рублей на лица, которые предоставили, то есть, опять же, дали управление транспортным средством. А что говорит статистика по поводу использования основных средств защиты, защитной экипировки и вообще-то так ли нужен шлем мотоциклистам? Ну, насчет шлема, конечно, хотелось бы сказать, что, согласно статистике, у нас, опять же, в дорожно-транспортных происшествиях водители двухколесного транспортного средства получают незначительные травмы, когда они, опять же, правильно выбирают. Ну, и, соответственно, качественный шлем, если они носят, то они, получается, по статистике получают наименьшие травмы, то есть, в 70% дорожно-транспортных происшествий водители, которые, опять же, правильно носили данный вид мотошлема, да, то они уже получат менее тяжелые травмы. Ну, опять же, в 40%, как показывает нам статистика, качественный защитный шлем, опять же, позволяет сократить риск получения смертельных травм в 40%, как я сказал. Спасибо большое, уважаемые водители. Мы обращаемся к вам. Необходимо помнить, что машина, автомобиль и мотоцикл являются средством повышенной опасности. И, управляя этим транспортным средством, вы берете на себя огромную ответственность. Садясь за руль транспортного средства, пользуйтесь ремнями безопасности и требуйте этого от пассажиров. Подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам, будьте предельно внимательны, осторожны и уважительны к другим участникам дорожного движения. Не забывайте, что в жилых зонах и дворовых территориях, где находятся пешеходы, тем более дети, скорость движения не должна превышать 20 км в час. Не управляйте транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте правила дорожного движения, и вы не станете виновником страшной трагедии. Широкий резонанс получила история двухлетней давности, случившейся в Нижегородской области. Камеры фото-видео фиксации нарушений ПДД зафиксировали трактор, якобы мчавшийся со скоростью более 100 км в час. Еще один штраф выписали траурной похоронной процессии. А вишенкой на торте стали штрафы, которые получили владельцы припаркованных автомобилей. В нашей республике таких историй, к счастью, не было. Но часто поступают жалобы граждан, что их автомобили якобы передвигались в других регионах страны, хотя заявитель в это время даже не выезжал за пределы республики. Можно ли оспорить штраф с камер фото-видео фиксации нарушений ПДД? Каков вообще алгоритм действий? Все подробности давайте посмотрим в нашем следующем сюжете. Положениями части первой статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные техническими средствами, имеющими функции фото-видеосъемки, привлекаются собственники транспортных средств. В соответствии с частью второй настоящей статьи, собственник может быть освобожден от административной ответственности, если в ходе проведенной проверки по его заявлению или сообщению будут подтверждены сведения о том, что в момент фиксации административного правонарушения за рулем транспортного средства находилось другое лицо, либо выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц. В основном граждане не согласны с вынесенными в отношении них постановлениями по нарушениям, совершенным другими лицами. Так, например, после продажи транспортного средства новый собственник, покупатель транспортное средство на регистрационный учет не поставил. Соответственно, по нарушениям правил дорожного движения, допущенным новым собственником транспортного средства, выносится постановление, но выносится в отношении прежнего собственника, продавца. Таким образом, основаниями для отмены постановления по делу административного правонарушения могут быть договор купли-продажи, договор аренды транспортного средства или лизинга, письменное объяснение лица управлявшего транспортного средства в момент нарушения и фиксации данного нарушения техническими средствами фото-видео фиксации, а также обязательно полис ОСАГО, в котором прописано лицо, управлявшее транспортным средством. Вместе с тем, в госавтоинспекцию зачастую поступают жалобы от граждан из других регионов о том, что на территории Якутии неустановленное лицо управляет транспортным средством, схожим по внешним признакам, цветам и идентичным государственным регистрационным знаком. Такие автомобили мы называем двойники. В данном случае такие сообщения регистрируются в книге учета сообщений о происшествиях, направляется ориентировка в территориальные органы для установления водителя и задержание транспортного средства для последующего помещения его на специализированную стоянку. После вынесения постановления должностным лицом ЦОФАП в течение трех дней письмо с отправлением направляется на почту для последующего вручения адресату. После течения 10 дней с момента вручения или отказа от получения копии постановления, постановление вступает в законную силу. 10 дней – это срок, в течение которого лицо, привлекаемое к административной ответственности, может обжаловать постановление. В случае пропуска срока обжалования лицо может подать ходатайство об восстановлении срока обжалования в суд, либо лицу правомощным рассматривать жалобу. При этом должны быть указаны веские причины, по которым лицо не обжаловал данное постановление, установленное законом 10-дневный срок. Такими причинами могут быть, в частности, выезд за пределы региона, либо нахождение на стационарном лечении. При этом обязательно нужно представить доказательства, документационно подтвержденные. Что сделать, чтобы дороги города Якутска были безопаснее? О создании безопасной и доступной среды для участников дорожного движения сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии Гаврил Кириллин, заместитель начальника отдела по дорожному строительству МКУ «Главстрой». Здравствуйте. Добрый день. Гаврил Иванович, на сегодняшний день что уже было сделано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»? Распоряжением окружной администрации номер 435Р подтвержден перечень улиц, подлежащих ремонту. В этом году индикаторный объект у нас 28 штук, общей протяженностью 34 километра 615 метров. Общая стоимость монтажных работ 2 миллиарда 615 миллионов. Ну вообще, совершенствование автомобильных дорог – это одно из приоритетных направлений безопасности дорожного движения. Что сделано на сегодняшний день и что еще предстоит сделать? На сегодняшний день работы ведутся на 15 объектах. Из них подготовительные работы на 6 объектах, подготовка основания также на 6 объектах, работы по асфальтированию на 4 объектах, работы по благоустройству еще не начаты и об устройстве объектов один объект ведется. Ну вот создание велосипедных дорожек требует меньше финансовых затрат, но почему у нас в городе их так мало? Надо понимать, что существуют минимальные требования к ширине велодорожек. Также федеральный закон 257 о автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Классификатор ремонта исключает устройства новых элементов благоустройства, если их ранее не было, то есть это в рамках ремонта. Тем не менее, предусмотрено в этом году устройство велосипедных дорожек на 13 объектах. От 35 до 50% дорожно-транспортных происшествий происходит в основном в вечернее или ночное время. Поэтому от качества искусственного освещения автомобильных дорог, всем известно, что зависит безопасность дорожного движения. В Якутске освещается в основном центр города, а окраины остаются в некой темноте. Когда изменится эта ситуация в лучшую сторону? По освещению в городской агломерации действуют две программы. Это наша национальная программа БКД и Светлая столица. По Светлой столице в прошлом году было установлено 647 металлических опор, 732 светодиодных светильника было заменено. По БКД было произведено 474 установки опор и 766 светодиодных светильников заменено. То есть большой объем работ проделан именно по освещению. В обычном понимании доступная среда это некое пространство, устроенное особым образом, когда человек, имеющий какие-то ограничения, может жить независимо, без посторонней помощи. Как это воплощается на практике? Людей с разными категориями инвалидности очень много и все это так или иначе влияет на организацию доступной среды. Совершенно верно. С целью повышения доступности среды все пешеходные тротуары у нас обеспечиваются пандусами. То есть человек, маломобильная группа населения могут беспрепятственно сами, самостоятельно преодолевать проезжую часть. Также по запросу мы обустраиваем наши тротуары тактильной плиткой и светофорными объектами с звуковыми сигналами. Также в приемочную комиссию мы включаем представителей общественной организации инвалидов. То есть они принимают участие в приемке и непосредственно проверяют, как выполнены работы по доступной среде. Также были такие не очень хорошие случаи, когда автомобили, допустим, въезжали в автобусные остановки. То есть человек, мало того, что находится в опасности, когда переходит дорогу, например, а вот еще и когда ждет автобус. Вот как можно в рамках создания безопасной среды обезопасить автобусные остановки? Ну, также, как и все наши деятельности, все регламентируется ГОСТами и иными правовыми актами. ГОСТ 33-127 от 2014 года предусматривает установку ограничивающего пешеходного ограждения. Это вот, если вы видели, пешеходный направляющий. К сожалению, оно не способно остановить транспортное средство. Оно предназначено именно для направления пешеходов потока. Решением может стать наличие теплых остановок, где люди ожидают транспорт подходящий. Таких остановок у нас в этом году предусмотрено 21 штука. Также выходом может быть вынесение в отдельную полосу, полосу для общественного транспорта. Соответственно, там будут остановки. Но в условиях уже застроенного города это, к сожалению, малореализуемо. Гаврил Иванович, спасибо вам за то, что посетили нашу программу. А мы двигаемся далее. Каждое лето детский подростковый центр Якутска с проектом ПДД «Навигатор», направленный на обучение детей навыкам безопасного участия в дорожном движении, устраивает яркие праздники для детворы города. Сегодня, например, во дворе школы номер 27 прошла велоэстафета. Каждый год мы проводим в таких дворах для ребят разные эстафеты. Вот велоэстафеты, потом игры по станциям у нас есть. Также есть такая игра, как папа, мама и я, водители, семья. Мы привлекаем даже родителей. И родители с удовольствием у нас играют в эти игры, изучая одновременно правила дорожного движения. В рамках этого проекта ребята от 8 до 14 лет в нестандартной игровой форме изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. И кроме этого ведут просветительскую работу среди сверстников доступным языком, рассказывая им о правилах безопасного поведения на дорогах. Расскажите о форме. Что это за форма? Такая у вас пилотка, есть курточка? Это специально для велосипеда, чтобы ездить на велосипеде. Да? Здесь или по дороге вообще? Здесь по дороге можно с 14 лет, а нам еще нет 14. А вот для того, чтобы ездить на велосипеде по дороге, что нужно знать? Правила дорожного движения и... И какая одежда должна быть? Да. Какая? Спортивная. И обязательно? И обязательно шлей. В отряды юных инспекторов дорожного движения приводят даже маленьких детей, первоклашек, хотя программа рассчитана на ребят старше 8 лет. Все дело в том, что работы в рамках этой секции ведутся очень интересно. Конечно, бесспорно, дети получают даже больше знаний, чем в обычных теоретических занятиях, потому как во время игры уже доказано научно, что дети проще воспринимают информацию посредством игр. Многие из этих ребятишек хотят быть похожими на работников госавтоинспекции. И пусть их сейчас пока больше привлекает форма, самое главное, сегодня они уже знают о многих важных жизненных вещах и могут даже поделиться своими знаниями. Переходите на зеленый цвет светофора. Надо слезать с велосипеда, когда переходишь пешеходный переход. С удовольствием хочу приступить к любимой многим нашим телезрителям рубрики, где известные люди проверяют свои знания, правила дорожного движения. Ну и по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них Олег Пермяков, директор риэлторской компании. Олег Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какой у вас стаж вождения? 18 лет уже. 18 лет. Волнуетесь перед тестом? Ну, сейчас да. Ну, мы желаем удачи. И давайте приступим к тестированию. Итак, внимание, первый вопрос. Этот дорожный знак предупреждает варианты ответов о приближении к скользкому участку дороги, о приближении к мокрому и загрязненному участку дороги, о приближении к участку дороги, где возможен выброс гравия или щебня из-под колес. Это предупреждающий знак о приближении к участку дороги, где возможен выброс гравия, щебня из-под колес. Вариант номер 3. Да. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков информируют о том, что на данной дороге действует требование правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах? Варианты ответа. Только А. А и Б. Третий вариант. Все. Скорее всего, это третий вариант. Все. Все. Номер 3. Хорошо. Следующий вопрос. В данной ситуации вы, варианты ответов, должны остановиться у знака, должны остановиться у стоп-линии, можете при отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки. Второй вариант. Должны остановиться у стоп-линии. Номер 2. Да. Следующий вопрос. В каком направлении вам разрешено движение? Варианты ответов. Только налево и в обратном направлении. Прямо, налево и в обратном направлении. В любом. Первый вариант. Только налево и в обратном направлении. Вариант номер 1. Следующий вопрос. По какой траектории вы имеете право выполнить разворот? Варианты ответов. По любой из указанных. Только на перекрестке по траектории А. Только перед перекрестком по траектории Б. По указанным траекториям разворот запрещен. Четвертый вариант. По указанным траекториям разворот запрещен, так как стоит знак одностороннего движения. Вариант номер четыре. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Варианты ответов. Можно. Можно, если грузовой автомобиль А двигается со скоростью менее 30 км в час. И третий вариант. Нельзя. Третий вариант. Нельзя. Вариант номер три. Хорошо, двигаемся далее. Следующий вопрос. Кто нарушил правила остановки? Варианты ответов. Оба водителя. Только водитель грузового автомобиля. Только водитель легкового автомобиля. Никто не нарушил. Водителя легкового автомобиля нарушил. Это третий вариант. Вариант номер три. Следующий вопрос. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Варианты ответов. Обязаны. Обязаны, если легковой автомобиль поворачивать налево. И третий вариант. Не обязаны. Тут первый вариант. Обязан, так как автомобиль двигается по главной дороге. Хорошо. Следующий вопрос. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. В данной ситуации. Варианты ответов. Вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю. И второй вариант. Вы имеете право проехать перекресток первым. Тут второй вариант. Так как это главная дорога, вы имеете право проехать перекресток первым. И последний вопрос. Разрешено ли перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле? Варианты ответов. Разрешено. Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке. И третий вариант. Запрещено. По-моему, запрещено. Третий вариант. Вариант номер три. Итак, ну что, все ответы на все 10 вопросов были даны. И сейчас для разбора ответов, для разбора теста, я приглашаю Наталью Ленских, преподавателя автошколы «Фаворит». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Олег Семенович у нас прошел тест и из 10 ответов ответил правильно на 4 вопроса. Вопрос первый был. Этот дорожный знак предупреждает. Этот ответ был правильный. Выброс щебня гравия из-под колес транспортного средства. Это был правильный ответ. Второй вопрос. Какие из указанных знаков информируют? Здесь Алексей Менович ждал неправильный ответ. Знаки на белом фоне информируют о том, что на данной дороге действуют требования правил, относящиеся к населенным пунктам. А вот знак на синем фоне говорит о том, что на данной дороге не действуют требования правил, относящиеся к населенным пунктам. В данном случае Алексей Менович тоже ответил правильно. Остановиться необходимо обязательно перед стоп-линей. Движение без остановки запрещено, дорожный знак говорит. В каком направлении разрешено движение? В данном случае регулировщик разрешает движение в любом направлении. Но так как мы находимся в левой полосе, движение разрешено только прямо налево в обратном направлении. Вы ответили неправильно. Здесь вы ошиблись со знаком. Знак это не одностороннее движение, это знак движения только прямо. Данный знак действует до следующего по ходу движения. Перекрестка в данном случае развернуться можно по траектории А. Правильный ответ был получен. Действительно легковому автомобилю нельзя выполнять обгон, так как грузовой автомобиль уже начал маневр. Правила дорожного движения в данном случае нарушил только водитель грузового автомобиля. Так как он стоит так, что до него, от его автомобиля до сплошной линии разметки не будет 3 метров. Легковой автомобиль правила не нарушил. До края пересекаемой проезжей части есть 5 метров. В данной ситуации, я думаю, наш гость не заметил разрешающий сигнал светофора. Ответ был неправильный. Да, я думаю, это случайность. Знаки приоритета не действуют, если работает светофор. Здесь был правильный ответ. Да, действительно, мы можем продолжить движение прямо. Наше преимущество. У нас есть три вида буксировки. И в данном случае буксировка в легковом автомобиле разрешается. То есть в буксируемом легковом автомобиле можно перевозить пассажиров. Нельзя перевозить пассажиров только в буксируемом автобусе, троллейбусе. В легковом автомобиле можно. На гибкой или жесткой сцепке нельзя только методом частичной погрузки. Олег Семенович, я бы вам рекомендовала освежить ваши знания. Думаю, за 18 лет стажа правила дорожного движения просто немножко забылись. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте вдительны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин